Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных. Сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о готовящемся законопроекте, который предусматривает высокий штраф за пропаганду жестокого обращения с животными. Собака Аркадия долго боялась подходить к людям. Два года назад один из жителей поселка Прибрежный отстрелил ей нижнюю челюсть. Теперь без помощи ветеринаров Аркадия не может принимать пищу. Она не единственная, кто стал жертвой человеческой жестокости. Но если за жестокое обращение с животными в Уголовном кодексе предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, то за пропаганду живодерства людям пока ответственность не грозит. В Государственной Думе эту ситуацию решили исправить. Конечно же, я считаю, что во всех сообществах, где это принято, так называемых сообществах докхантеров, будет здорово, если они перестанут существовать, и такая пропаганда будет прекращена вообще в любом виде. Депутаты Госдумы предлагают за пропаганду жестокого обращения с животными назначить штраф в размере 100 тысяч рублей. Такую инициативу приветствуют не только зоозащитники, но и юристы. В последнее время действительно распространились в интернете, в ютюбе такие блоги, в которых, скажем, блогеры издеваются над животными, причиняют им какие-то насильственные повреждения. И действительно, подобные действия необходимо просекать, поэтому в принципе данную инициативу можно приветствовать. Она предусматривает введение административного штрафа в размере 100 тысяч рублей именно за пропаганду такого обращения. В целом, людей, которые занимаются исключительно пропагандой, но сами не издеваются над животными, немного. Поэтому статья в Уголовном кодексе за жестокое обращение с животными не потеряет свою актуальность. Любая пропаганда жестокости кому-либо, она воздействует на неокрепшие зачастую и детские умы, да, и подростковые. Эта вот жажда экспериментов над живыми существами, она и с точки зрения криминологии уже давно доказана, что способствует, в принципе, развитию личности преступника. Само понятие пропаганда жестокого обращения с животными в российском законодательстве не закреплено. Но по аналогии с другими законами пропагандой можно назвать распространение информации с целью сформировать конкретные установки. Непосредственно термин пропаганда на сегодняшний день в законодательстве не закреплен. И данным законопроектом тоже не планируется его закреплять. Если говорить простыми словами, да, то в данном случае под пропагандой будет пониматься побуждение граждан к совершению тех или иных действий. И таким образом получится, если, например, какой-то блогер в своем ролике будет и издеваться над животными, и одновременно, скажем так, демонстрировать это в сети, да, это можно квалифицировать будет как по уголовному кодексу непосредственно жестокое обращение, так и пропаганда такого обращения. В Самаре действует программа, призванная контролировать размножение бездомных собак. Она называется ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но даже чип, который закрепляется на животном, не всегда – гарантия безопасности для собаки. Есть такой у нас бывший завод, и там стая бродящих собак, она не контролируется. Ее с периодичностью уменьшают с помощью отлова, выпускают туда стерилизованных собак. Но таком бы, и собаки там множатся, и все по кругу. И люди говорят, давайте их потравим всех. И это люди, которые живут со мной в одном доме. Кроме того, в Госдуме планируют рассмотреть регулирование коммерческого разведения животных. Проект уже согласован с Минприроды. Предлагается установить требования к регистрации, условиям содержания, порядку разведения и к условиям продажи. Это достаточно была громкая история, когда несколько лет назад, если я правильно помню, в Тольятти один из заводчиков в квартире, очень маленькой, чуть ли не однокомнатной, по-моему, содержал около ста собак миниатюрной породы. То есть они, видимо, начинали как заводчики какой-то определенной породы, что-то вроде баллонок или пуделей. И там всем миром, всем самарским регионам и даже, по-моему, соседними регионами вот этих сто собак расселяли. Они, конечно, были грязные, голодные. Также в Госдуму хотят внести запрет на калечащие операции для животных. Например, таких, как удаление когти кошки вместе с фалангой пальца или подрезание голосовых связок у собак. Кроме того, предлагается наделить зоозащитников более высоким статусом. В частности, сократить срок рассмотрения их обращений с 30 до 10 дней со стороны правоохранительных органов и надзорных ведомств. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагманвет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь. И показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин